В Югре образовался совсем необычный дефицит. Вступлением в силу закона, который обязывает автомобилистов обозначать машины с шипованной резиной специальными наклейками, эти самые наклейки исчезли с прилавков. А там, где еще остались, продаются втридорога. Помочь водителям в этой ситуации решили работники Центра Открытый Регион Югра. Как это происходило, в следующем сюжете. Пока норма носила рекомендательный характер, знаки на заднее стекло клеили лишь самые сознательные водители. Ну или те, кто любит украшать свой транспорт. А когда рекомендация превратилась в обязанность, то наклейки в магазинах быстро закончились. Закон-то знаю, просто наклейки не везде продаются. Вот хотел поставить, но как бы пока затрудняюсь где-то найти. Раньше всех магазинов в авто продавались, а сейчас что-то нет. Обозначать вот такими наклейками машины с шипованной резиной рекомендуют уже несколько лет. С 4 апреля этого года норма стала обязательной. За невыполнение предусмотрен штраф в 500 рублей. Правда, пока еще не штрафуют, но скоро начнут. Водители предупреждаем, что водители обязаны иметь этот знак, но пока наказание за это не выносим. То есть водители должны наклеивать эти знаки уже с 4 апреля. Работники центра «Открытый регион Югра» решили прийти на помощь тем, кто ездит на шипах, но наклейку по какой-то причине приобрести не успел. Дарят водителям букву «Ш» в красном треугольнике. Взамен просят лишь дружбу. Приглашают присоединиться к порталу «Открытого региона», перейдя по ссылке, которая обозначена на знаке. Нам очень бы хотелось, чтобы постоянными посетителями, которые каждый день заходят на наш портал, стали и автомобилисты. Тем более мы хотим им помочь в этой сложной ситуации, когда появились новые правила, знак является обязательным. То есть такая двойная акция. С одной стороны приобретаем друзей для своего портала, с другой помогаем людям избежать штрафа. Подарочную охоту на водителей решили устроить не только на дороге. Фойе окружного ГИБДД тоже оказалось подходящим местом. Подарки водители принимали охотно. Ведь закону не важно, профессиональный ты водитель или автолюбитель-хоккеист. Езжу на шипах, знака раньше не было, но сейчас подарили. Спасибо большое, сейчас прицеплю, буду ездить. Впрочем, подарочных наклеек оказалось все равно меньше, чем машина шипованной резины и без соответствующих значков. Тем, кому не хватило подарков, следует все-таки озаботиться приобретением наклеек. Ведь штрафовать за их отсутствие рано или поздно начнут. Павел Желтов, Дмитрий Макаров, телекомпания «Югра», Ханты-Мансийск.